привет всем ну ничего нового я сегодня не расскажу ничего нового не покажу собственно говоря как и во всех прочих моих роликах ничего нового не будет потому что музыку я показываю пластинки показываю всем известные всеми любимые наверняка и заслушанные до дыр наверняка всем и каждым всем человечеством разумным я так предполагаю дэвид боуи вот у меня здесь лежит black tie white noise черный галстук белый шум 1993 год эта пластинка которая возможно реже всех упоминается в каких-то разговорах дэвиде боуи не буду называть те альбомы которые чаще всего упоминаются я уже не упомянул вот зиги стардос например прямо как не зайдет речь о дэвиде боуи сразу зиги старт зиги старт зиги старт зиги старт мне кстати говоря не очень нравится хотя музыка дэвида боуи относится к той музыки которая мне нравится вся целиком и полностью мне нравятся все альбомы боуи абсолютно даже never let me down раскритикованный кем только можно а black tie white noise почему-то вообще как-то как-то остается в тени несмотря на то что когда альбом вышел вышел он был чрезвычайно популярен и в англии во всем мире занимал высокие позиции очень раскупался со свистом но потом компания которая которая и его издала то есть у кого обанкротилась и в этой связи переиздания были очень редки и там пиратки выходили всякие разные но таких официальных релизов было чрезвычайно мало но тем не менее вот появился такой вот диск замечательный когда он вышел то это переиздание вышла в не вижу в двадцать первом году двадцать первом году до этого вышел в 90 не 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 в двадцать первом все все выходила конечно пластинка соответственно в девяносто третьем момент релиза а потом как-то где-то они появлялись но не слишком честно на компакт про компакт диски не говорю этого добра навалом кто только их не выпускает и официальные релизы и неофициальные релизы и черт их отличит на самом деле официально от неофициального это так завалили весь мир эти этой пластмассы что невозможно уже даже стала слушать а пластинка очень хорошая на самом деле да я говорил что мне нравится все пластинки давида головы а существует масса групп известных которых я очень высоко для себя лично ценю они они являются моими любви любимыми и я считаю их лучшими группами всей рок-музыки например the beatles например the rolling stones например чикаго и у каждой из этих групп есть альбомы которые мне откровенно не нравится откровенно я их не слушаю никогда и вряд ли когда-нибудь к ним вернусь ну может быть ради интереса там что-нибудь послушаю не буду называть объявляю конкурс на нелюбимый альбом beatles на нелюбимый альбом stones на нелюбимый альбом чикаго возвращаюсь сюда девяносто третий год дэвид боуэ и наил роджерс замечательный продюсер прекрасный гитарист изумительный композитор с которым дэвид боуэ записывал летс-дэнс следующий альбом а именно вот этот они решили тоже писать вместе дэвид боуэ в одной студии сидел наил роджерс в другой дэвид боуэ сочинял то что называется биты то что называется не знаю как ну вот это для хаос музыки вот эти все терминология мне неизвестно паттерны наверное но занимался битами занимался конструированием ритмическим новых произведений хотел записать как я где-то прочитал его определение хаос альбом с расширенной мелодической составляющей ну продолжение летс-дэнс а наил роджерс стремился записать летс-дэнс 2 такой же коммерчески успешный такой же танцевальный такой же в хорошем смысле слова попсовый альбом который будут покупать все если принесет огромные деньги естественно но деньги здесь даже не не самое главное наверное потому что и роджерс и боуэ вполне уже были успешными на тот момент времени господами а не творцы они музыканты они художники и роджерс и боуэ и конечно творческая реализация и качество продукта который появляется на выходе интересовала в первую очередь деньги во вторую уже немаловажно но не получилось не получилось потому что боуэ увлекся экспериментами чем не кстати но боуэ и нравится почему мне нравятся все его альбомы потому что он никогда не стоял на месте я говорю общие фразы такие всем известные и каждый следующий его альбом отличается от предыдущего как сказал один хороший музыкант когда его спрашивал о творчестве другого хорошего музыканта он сказал мне что я потрясен этим парнем потому что он с удивительным упорством каждый раз разрушает все за что его любили каждый новый шаг его это разрушение всего того что было раньше за что его любили за что ему платили деньги ну и каждый новый шаг оказывается интереснее всего предыдущего этот музыкант сказал если бы я поступил бы поступал бы также я бы сейчас жил среди руин но у боуэ получилось все не так он не жил среди руин и каждая новая классинка его была шагом вперед по сравнению с тем что было раньше а может быть не вперед но по крайней мере это было дико интересно и сейчас это дико интересно вот эти эксперименты которые здесь на классинке black tie white noise они сломили даже найла роджерса который сказал но это слишком ребята это уже я хотел let's dance номер два чтобы было вот это вот это а получилось что-то такое сложное смесь хип-хопа ангарного джаза классического джаза хаос музыки регги даба и классического рока и черт ногу сломит что получилось на выходе мое определение для пластинки это танцевальная музыка под которую невозможно танцевать она с одной стороны вся на этом бите вся на этом хаос таком постаменте такой и фанк здесь и хип-хоп и все вот это вместе в музыке причем очень сложная палитра очень много инструментов дэвид болуи играет на саксофоне здесь больше чем где бы то ни было больше чем на любом другом альбоме играет очень интересно и какой-то музыкант про него сказал что он откровенно показал себя не саксофонистом хотя он играет на саксофоне все здорово все послушайте прекрасные партии чистый звук очень хорошая подача умеет играть на саксов умел точнее играть на саксофоне дэвид болуи тут ничего не скажешь но вот этот музыкальный критик музыкант он же критик что немаловажно сказал что он играет совершенно не как саксофонист совершенно не так как играют все он использует саксофон как способ выражения того что он думает как-то примерно так он сказал как художественный инструмент как художник использует кисть он играет действительно очень интересно здесь на саксофоне и лучше послушать чем слушать мои слова которые каждый понимает по-своему и а некоторые вообще не понимают поэтому нечего сказать играя здесь трубач которого зовут лестер боуэ это не родственник боуэ это американский черный трубач джазовый играет очень многое придает очень специфическое звучание очень специфический характер дает всей музыки которая как я уже и говорил является танцевальный под которую танцевать невозможно хотя есть пара песен которые похожи на песни в том смысле что они привычно выстроены когда общая ритмическая структура музыки складывается с ритмической структуры вокальной линии и все традиционно и похоже как например даже не знаю don't let me down 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 and down ну это кстати песня не боуэ это кавер но она сделана вполне так достаточно традиционно и прекрасная песня моррисе i know it's gonna happen someday она довольно традиционно по построению безумно красиво медленная и она специально словно бы для тех кто до сих пор считает что боуэ это средний очень певец мягко так скажем да что он мяукает а разве это вокал вот там какой-нибудь heavy metal вот это вокал это специально для них спета чтобы было понятно что такое вообще настоящий вокал что такое настоящий вокал не эти вот когда человек поет по-настоящему вот это вот это вот вещь i know it's gonna happen sunday вперед равно как собственно и все остальные песни здесь спеты с такой мощью с такой силой что ух такое ощущение что раньше боуэ так не пел хотя на пластинке с кэри монстрс он выдавал еще и даже не такие голосовые атаки какой термин интересный для голосовой атаки ну ладно the wedding первое произведение инструментальная навеянная свадьбой дэвида боуэс как я все забываю имя этой замечательной модели абдул-маджи абдул-маджид по моему имман абдул-маджид если мне не изменяет память может быть я ошибся юблар bells звучат колокола и красивая очень инструментальная пьеса дэвид играет на саксофоне здесь прямо красота красота красивик красивичи и убены раунд следующий номер вот это уже влом такой серьезные начинается музыка фанк тире хип-хоп причем тяжелая с гитарами со всеми делами и она быстро естественно фанк тире хип-хоп такая а вокальная линия боуэс бэк вокалами она такая оперная как будто есть музыка такая вот быстрая а сверху дэвид был рассказывает свою историю совершенно в другом темпе длинными нотами с сильной подачей очень с такой диафрагмой такой прямо по-хорошему даже боюсь сравнить с каким-нибудь эстрадным сильным артистом или суперным певцом и вот это вот этот музыкальный рассказ такой в тональности естественно в тональности все прямо вот с этой музыкой все увязывается но с другой стороны и не увязывается потому что музыка одна а вокал такой другой совсем сверху это сложно это сложно и очень интересно и думаешь что же будет дальше а дальше будет песня i feel free джека брюса известная нам по группе крим которая тоже сделана в таком фанк хип-хопе очень странным и в этой песне играет микронсон на гитаре приглашенный из мглы веков гитарист с которым дэвид боуин начинал зиги стардест и все эти дела прекрасно микронсон со своей гитарой гибсон со своим сочным звуком и вместе с ривзом габрилсом они здесь поддерживают этот самый тяжело роково-блюзовый номер айфил фри превращенный в хип-хоп такой хип-хоп ритм-энд-блюз со странным изменением голосовой линии боуи в общем безумно все интересно black tie white noise следующий номер посвященный расовым проблемам и он уже настолько сложный вокально что даже я не знаю как как это написано как это придумано что что нужно было иметь в голове чтобы написать такую линию для певца для певцов он здесь поет с певцом которого обещу по моему смысле классно и вот они вдвоем на два голоса выпивают вот эту безумную какую-то историю но все это все это вот в этом в этом остается поэтому не скучно поэтому низкую я имею виду не скучно тем кто впервые слушает вообще дэвида боу и никогда не слушал до этого и такие люди наверное есть хотя их никогда не встречал джан дай сэй посвящена погибшему брату дэвида боу и тоже бодрая очень такая штука на удивление бодра и в то же время такая драматическая драматичная night flights и переходим к мраку полоса от она мрачный инструментал таинственный такой черно-черно какой-то черно бездонный синтезаторный саксофоном с гитарами и так убрил их такой откуда что берется непонятно у этого красавца дэвида miracle good night не менее не менее тревожная штука don't let me down and down я уже говорил собственно miracle good night она тоже похожа на песню она по построению достаточно достаточно традиционно в рамках традиций боу и в общем здесь все вне традиции на самом деле все все непонятно все странно все интересно и это очень переходный альбом к современному условно говоря звучанию дэвида боу и классиком outside of link и дальше 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 это первый шаг за черту традиционного рока хотя этот шаг уже был сделан в берлинской трилогии но это еще выше чем трилогия пошел пить не могу больше про это говорить надо слушать и пить и все пакет